здравствуйте дорогие друзья наш курс будет принципиально отличаться от массы других похожих и предназначен для самого широкого круга участников много полезного в нем может найти преподаватель руководитель подразделения вуза учитель сотрудник компании которая развивает или начинает думать о применении электронного обучения но для какого уровня подготовки этот курс предназначен и каким образом можно в одном курсе охватить широкий спектр условий успешного применения дистанционных образовательных технологий дело в том что этот курс основан на изучении опыта других коллег в том числе зарубежных в опыте опыта практического применения электронного обучения в различных учебных заведениях в нем отражены закономерности условия успеха учтены одни и те же ошибки которые мы иногда называем граблями так вот основная закономерность при применении электронного обучения сегодня заключается в нахождении баланса между затратами ресурсов особенно времени и оценки результатов которые также не всегда выражаются в денежной форме в явном виде и и вот поиск этого баланса между возможностями и потребностями наблюдается повсеместно от дошкольных учреждений до крупных корпораций как в работе методиста или преподавателя руководителя организации предприятия и мы этот баланс будем находить еще одной особенностью этого курса является научение находить баланс понимание различных аспектов электронного обучения различными участниками в процессе обучения при всем многообразии решений при осознании невозможности им знать и владеть абсолютно всем что сегодня есть в электронном обучении на практике очень важно принимать обоснованное решение с пониманием смысла или хотя бы минимального представление о том или ином аспекте электронного обучения. Важно еще уметь анализировать различную противоречивую информацию, иметь понятие о нормативно-правовых условиях, как внешних, так и внутренних, понимать разницу в методических подходах и очень важно получать практики организации и управления электронным обучением. Так вот, содержание этого курса рассматривает самые разнообразные аспекты электронного обучения от нормативно-правовых до прикладных, предназначено как для начинающих, так уже и опытных. Однако глубина и характер освоения тех или иных компетенций в нашем курсе могут, я уверен, должны сильно отличаться по объему освоения. Например, те слушатели, которых интересует больше экономика электронного обучения, могут ограничиться минимальными компетенциями по нормативно-правовым, техническим или другим вопросам. Аналогично те, кто желает углубить свои компетенции по практической разработке онлайн-курсов и методике их применения, обязательно будут ознакомлены с другими вопросами, но с разной глубиной освоения. То есть в нашем курсе применяется гибкая траектория обучения для совершенно разных слушателей. Основным требованием успешности прохождения курса будет являться углубленное освоение не менее двух модулей при условии минимального освоения остальных. В этом мастер-курсе каждый слушатель может изучить практику функционирования информационной электронной среды, которая включает в себя интеграцию с реальной электронной библиотечной системой, электронным портфолио достижений, системой анализа успеваемости, прогресса успеваемости, с применением банарейтинговой системы контроля успеваемости, с реализацией компетентностной модели и ознакомиться с другими решениями по разным предметам для себя. Также этот курс представляет собой полезный обмен опытом и дает отличный шанс для самореализации, также для эффективной реализации возможностей организации и предприятия и в качестве основной технологической платформы в нашем курсе будет использоваться всемирно известная платформа Moodle, занимающая первое место в мире в номинации решения для электронного обучения. До встречи в нашем онлайн-курсе!